Два варианта цвета, у нас бежевый и черный. Бежевый сделан под мрамор, очень интересно. И, конечно, не забывайте, цена всего 1090, шеф, но почему мы так любим кофеварки вот такие аутентичные, такие, можно сказать, винтажные? Почему бы просто не нажать кнопочку? Да, многие сталкиваются с проблемой, как сварить свежемолотый вкусный кофе так, чтобы он не убежал. Многие, кто варят, вот у меня мама, например, до сих пор, она с утра варит, берет турку и классическим рецептом пытается сварить кофе. Но у турки есть один большой минус, и за ней нужно следить, потому что кофе может убежать. А здесь у нас потрясающая кофеварка, у которой процесс варки кофе настолько упрощен, что за ней не обязательно следить. Итак, наша кофеварка состоит всего лишь из нескольких элементов. Так, вот комплектацию разберемся по другому образом. Сам корпус, вот вы сейчас видите в собранном виде, она вся выполнена из литого алюминия. Это значит, что нагреваться она будет очень быстро. Дальше у нас в нижней части есть вот такой резервуар. Кстати, с одного захода мы можем приготовить 450 миллилитров свежего вкуснейшего кофе. Ну это 4 чашечки. Ну если по 100 грамм, да? Ну классический кофейный участок. Итак, внутри у нас находится вот такое вот сито, в которое мы насыпаем уже молотый кофе. Сюда мы наливаем воду, устанавливаем сито, и дальше вода, когда нагревается, то есть у нас же вот здесь вот есть такой вот патрубок, через который нагретая вода и поднимается вверх. И получается, что у нас горячая вода проходит через наш кофе, и соответственно поднимается вверх, уже выливается через вот это вот отверстие. То есть она не зря называется гейзерного типа, потому что горячий кофе, уже сваренный, проходит через сам фильтр с кофе, через наше сито, и уже выливается вот здесь вот свежий вкусный ароматный кофе. То есть не наоборот, как в электрических кофеварках простеньких, сверху вниз мы кофе получаем, мы кофе получаем гейзерного типа, когда снизу под давлением готовый кофе подается вот в эту чашу, и уже отсюда мы выливаем, получаем роскошный, свежий, присвежий напиток гейзерного типа кофеварки мы с вами очень любим. Их сейчас в дорогих ресторанах используют, я очень часто бываю, хожу с подружками в рестораны, и вот как раз сейчас очень модно стало именно гейзерного типа, приходит бариста, наливает прям тебе в чашечку из этой кофеварки, потрясающе получается. Вот посмотрите, обратите внимание, как легко работать дома с нашей гейзерной кофеваркой. Шеф, пока ты это делаешь, мы будем рассматривать внимательно. Пожалуйста, расскажи, на какие виды плит мы можем использовать кофеварку? Кстати, благодаря тому, что у нас здесь вот не просто алюминий, покажи, пожалуйста, донышко, а не просто алюминий, а вот такая вот перфорация с остальной пластиной, это позволяет нам использовать на всех типах плит, включая индукционные. То есть, смотрите, она становится на алюминиевую, на газовую плиту. Благодаря вот этой стальной пластине наша кофеварка не будет деформироваться, не будет выгибаться. Вот, то есть, эта стальная пластина, она еще и позволяет получить такую жесткость. Итак, все, в верхнюю часть вот сюда мы в наш фильтр закладываем кофе, налили в резервуар уже воды, и далее закрываем плотно верхней частью. Винчиваем кофе. Да, винчиваем, то есть здесь у нас на резьбу, никуда не торопясь, главное прикрутить, чтобы она стала ровной, никак не вкрив, не в кость. Вот так затягиваем, все, и дальше уже устанавливаем на плиту. Как только вода у нас начнет закипать, процесс кофе у нас начнет подниматься, то есть горячая вода будет проходить через сам фильтр, и, соответственно, сверху у нас уже здесь будет сливаться самый настоящий горячий кофе. И вот к данному моменту приходит информация с колл-центра, черной версии сейчас более популярной, хотя я поклонник, конечно, винтажной вот такой вот кофеварки, невероятно модной. Если вы хотите сделать подарок ультрасовременный, в тренде быть, и кому-нибудь из своих родственников преподнести, конечно, выбирайте вот именно эту гейзерную кофеварку. 25574, это номер лота, цена всего 1090 рублей за потрясающие материалы. Кстати, бренд Камиле, тот самый польский, с которым мы сегодня с вами будем работать на этом эфире на Кухонном. Ну и, конечно, обратите внимание, как удобно пользоваться. Я хочу, чтобы вы еще обратили внимание также на ручку. Вообще кофеварка достаточно тяжелая, то есть это говорит о солидности изделия. Вес иногда решает, согласитесь. Что у нас ручка? Да, она такая увесистая. Ручка, кстати, очень удобная. Ручка выполнена из материала, который называется бакелит. Этот материал выдерживает нагрев до 150 градусов. То есть он не плавится. Знаешь, вот как бывает, поставил сковородку или кастрюлю на огонь, а потом чувствуешь, что в носу защекотало. Начинают плавиться наши ручки. Кстати, забыли вам сказать про то, что у нашей кофеварки есть еще и предохранительный клапан. Вот здесь, в нижней части, на самом резервуаре у нас присутствует клапан для стравливания лишнего давления пара. Чтобы у нас, поскольку мы же все прикручиваем, тут у нас резьба, чтобы у нас ни в коем случае не произошло никаких неприятных моментов. Здесь у нас есть вот такой вот клапан для сравнивания лишнего пара. Вот, человек, ты знаешь, мне пришла в голову сейчас мысль, почему мы так любим кофе натуральный именно из кофевара гейзерного типа? Вот у меня сейчас аналогия в голове родилась. Вот это ведь по факту мультиварка для кофе, на самом деле, да, тоже под давлением работает. То есть мы же сами привыкли, что в мультиварке блюда гораздо вкуснее за счет томления. Та же самая история. Это мультиварка для кофе, где кофе томится. Где роскошные зубки... Процесс пошел потихонечку. Загляните внутрь. Потихонечку у нас уже процесс... То есть она начинает... Оп, я сейчас закрою. А, схватили кофе. Потому что кипеть начинает очень сильно. Я чуть-чуть сейчас убавлю. Все, у нас процесс варки пошел. Пока, вот смотрите внимательно, уже кофе готов. То есть прошло буквально две минуты. Обратите внимание, кофе роскошный, наверное, если ты меня угостишь, шеф. Обязательно. И при этом, я, кстати говоря, очень люблю кофе. Я утром с кофе начинаю. При том, что раньше почему-то любила чай. Сейчас, наверное, с возрастом понимают. Я на 30 лет вообще не пил кофе, вообще. Я тоже. Вот ровно в 30 потом щелк понеслась.